Здравствуйте! Это «Право на маму». В нашей программе мы рассказываем о детях-сиротах с особенностью развития. Иногда о детях с серьезной инвалидностью. Именно эти малыши часто уходят из жизни, так и не дождавшись своих маму и папу. Сегодня я хочу рассказать вам о мамах палеотивных детей, которые своей любовью продлевают жизнь неизлечимо больным детям. О том, как они живут и кто им помогает. Они умеют любить так, как не каждому дано. И они точно знают, что их дети живы благодаря этой любви. Зачастую они забывают о себе. О том, что они не только мамы, но и прекрасные женщины. Иногда им кажется, что они одни и никто не в силах понять их самоотверженную любовь к неизлечимо больному ребенку. Но именно эта любовь стала лучшим, что произошло в их жизни. И никто не убедит их в обратном. Умываем, все зубки чистим. Ну, такие все стандартные процедуры. Потом в 9 часов у нас завтрак. Кушаем через гастро-стону. Трубочка у нас такая. Вот через эту трубочку мы кушаем и пьем водичку. Да. Потом покушали, меняем памперс. Сядем, посидим. Прям здесь на кровати я вот так ноги делаю крест-накрест. Сядем, сядем, посидим. Колясочку сядем, посидим. По дому покатаемся. Вот так вот как-то. Каждый день Юлии Катуниной похож один на другой. Вот уже 16 лет у нее нет праздников и выходных. Вся ее жизнь посвящена уходу за сыном Сережи, у которого тяжелое и неизлечимое заболевание, приковавшее его к постели. Ну, родился он. Ничего мне не сказали, что там что-то не в порядке. Только это у нас все в 3 месяца стало проявляться потихоньку. По больницам постоянно лежали. Две трепанации сделали. Думали, может быть, все-таки получше будет. Нет, особо-то они не помогли. Ну и все. И потом мы как-то, знаете, научились жить с этим диагнозом ДЦП. Конечно, сначала очень было тяжело принять этот диагноз. Потом как-то уже все силы бросаешь на реабилитацию ребенка. То есть бесконечные вот эти реабилитации. Даже если не больница, то обязательно дома, ЛФК постоянно, каким-нибудь уколом. То есть вот все направлено на это. А потом как-то уже с этим совсем сживаешься и уже не думаешь, как многие психологи. И вы, наверное, задаете себе вопрос, а почему именно у меня? Я говорю, знаете, маму такой вопрос задают, ну, первые полгода. Потом эти мысли уходят, почему у меня, почему именно я, почему у всех нормальные дети, а у меня вот ненормальные. Это все уходит в сторону. Все идет вот на то, чтобы ребенка поставить на ноги. Поначалу Сережа был просто ребенком с диагнозом ДЦП и к десяти годам даже научился ходить с поддержкой. А потом что-то в организме дало сбой, и мальчик слег. Навсегда. Они и раньше-то были неразлучны, а последние шесть лет – просто одно целое. Даже если куда-то вот уходишь, то есть все мысли дома. А что там? А как там? Даже если все как бы кажется ровно, стабильно, все равно все мысли дома. Все время на телефоне. Мама это, мама то. Может, все по часам? Ты не забыл дать воды, там время, давай часа. То есть все время мысли все дома. Вспоминала ли Юлия за эти годы, что она не только мама палеотивного ребенка, но и красивая женщина? В преддверии 8 марта неравнодушные жители Самары, объединенные благотворительным фондом «ЕВИТО», оказывающим помощь семьям с палеотивными детьми, устроили для нее и еще девяти таких же мам настоящую сказку. Прическа от суперстилистов, профессиональный макияж. Привет! Салон одежды и дизайнерские платья в подарок. Что показываем? Красоту нашей мамочки. Тогда правую ножку ко мне. И улыбаемся. Не забываем. Еще улыбка. Ага, красивая. Эти 10 прекрасных женщин стали главными героинями благотворительного вечера, устроенного в их честь. В честь настоящей материнской любви, которая оказывается сильнее любой неизлечимой болезни. Салон одежды и дизайнерских платья в гости, которые неизлечимы. Салон одежды и дизайнерские платья в гости, которые неизлечимы. Мама, 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 ты как раз здесь, это мама, мама, моим детям земля загрязнена. Мама, 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 я хочу поклониться тем мамам, которые своей любовью не просто подарили жизнь детям, но которые эту жизнь сохраняют, которые дарят ее буквально каждый день. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Спасибо вам огромное. Мы вам планируем, огромное вам спасибо за то, что вы делаете. Прямо сейчас для наших дорогих женщин в этот волшебный вечер, друзья мои, ваши аплодисменты и подарки. Эти портреты сделаны буквально вот за считанные часы время проведения нашего с вами праздника. Мама, это вам, бабушка, вам на память, вам на память о сегодняшнем дне. Браво, мама! Никакие отчеты, какие бы они благополучными не были, они не заменят того душевного контакта, который воцарился между фондом и его подопечными, теми людьми, которые сопричастны к деятельности фонда, а их очень много. И это самое главное, потому что каждый жест, каждое желание человека было направлено на то, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Добрый вечер, а что это значит? Значит, день мы по-доброму начат, значит, день мы по-доброму прожим, он умножит счастливые дни. Как любая сказка, закончилась и эта. Но прекрасные мамы не превратились в золушек, хотя каждая из них вернулась в свою обычную жизнь. Привет, моя лапочка, привет. Привет, не виделись с тобой. Сколько мы с тобой сейчас? А два не виделись, да? Привет, мой хороший. Как у тебя дела? Как у тебя дела? Расскажи, что делал? Расскажи, что делал? Что делал? Что ты делал? Нужно ли это вам? Может быть, мы это сделали зря, вот всех наших мам выживали? Нужно. Нужно, потому что мы до такой степени, вот кроме вот четырех стен уже вот ничего не видим и не слышим вокруг, что вот нас сложно выдернуть, сложно, потому что начинается сто причин, а как же это, а как же вот там памперс ему переодеть, а вот куча у нас причин, но когда все-таки вот получилось выдернуть, эмоции, ну, зашкаливаются. Майкап никогда в жизни не делала, прически лет, я не знаю, там, может быть, к сестре на свадьбу, это было лет там 25 назад, делала последний раз, платье вообще первое в жизни, поэтому, знаете, все это, эмоции такие. Это глоток свежего воздуха, на самом деле. Завтра Юля снова проснется в 7 утра и начнутся ее обычные будни, но в этих непростых днях она уже не будет просто мамой палеотивного ребенка, чья жизнь только борьба за стабильное состояние сына. Теперь она точно знает, что в ее жизни есть люди, готовые поддержать ее самоотверженную любовь к неизлечимо больному сыну. Право на маму есть у каждого ребенка, несмотря на поломку в генах, цвет кожи или состояние здоровья. А у мамы должно быть право оставаться прекрасной женщиной. Главное, чтобы рядом был тот, кто поможет ей это чувствовать. Это была программа «Право на маму». До встречи на телеканале Самаргиз. Программа создана при поддержке благотворительного фонда «Евита». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова